Денис Иванович Фанвизина Недроссель. Наверняка многие из вас помнят ее из школьного курса литературы. Но я вспомнил об этой комедии не для того, чтобы саму пьесу пересказать и напомнить о содержании. Нет. Я о самом названии произведения и о том, кого называли недорослями в России в 18-19 веках. Итак, недоросль это человек, который не получил письменного удостоверения от учителя по той причине, что либо пропускал занятия, либо просто учился плохо и не заслужил, как бы сейчас сказали, аттестата. Да-да, тогда не оставляли на второй год и уж тем более не выдавали аттестаты всем подряд. Нужно было его заслужить. Но важен ли был аттестат? Очень важен. Потому что А. Недоросли не брали на работу и на службу. Б. Недорослям не доверяли в межличностных отношениях. И более того, В. Недоросли не могли вступить в брак. Во как. А теперь представьте, как бы мир был прекрасен, если бы и в наше время лишили недорослей многого из того, чего они лишались, вернее, в 18 веке. А ведь таких недорослей много и в политике, и на телевидении. И с такими недорослями мы сталкиваемся буквально каждый день. Однако не будем утрировать, поспешу заметить, что сегодня речь пойдет о конкретном. Недоросли Сталике Ханкишиеве. Человеке, который с треском провалил учебу в институте стали и сплавов на втором курсе. Потом провалил политех, понял, что точные науки не его конек. Немного позанимался куплей-продажей, а затем пошел щи варить. Вот, впрочем, и краткая биография Ханкишиева. Чего это я о нем вспомнил, спросите вы. Рассказываю. Знаете, на российских медиапространствах, да и не только на российских, десятки, а то и сотни армян. Это политологи, политики, эксперты, врачи, журналисты, продюсеры, артисты, кто угодно. Но ни от кого из них ни разу я не слышал какие-либо плевки в сторону азербайджанского народа. Даже если взять самое малое, ничего не значащее, как комедий-клаб. К примеру, ни Гарик Мартиросян, ни Таш Саркисян, ни Артур Джанибекиан никогда в адрес азербайджанцев не говорили дурного. Они из того поколения, когда на одной сцене играли в КВН с парнями из Баку. Но только от Гарика веет интеллигентностью. А от его коллеги из парней из Баку, Бахрама Багирзаде, так и веет чушкарскостью. Преклоняясь перед султаном Ильхамом, снимает он насмешливые антиармянские ролики. Вот вам и уровень одних армян и других, некоторых азербайджанцев. Так и с Хан Кищеевым. Стоит хоть им немного оказаться в медиапространстве, они готовят свои шашлыки, нарезают мясо, но при каждом удобном случае не забывают полить все это антиармянским соусом, выдумывая какие-то небылицы то о Дашнаках, то об армянских националистах, то о коканских событиях. И все это под шашлыками на столике Хан Кищееве. Есть канал у Жоржа. Жорж Армянин. И подписчиков почти такое же количество, как у столика Хан Кищеева. Только Жорж вежлив со своими зрителями и никогда не поднимает национальные вопросы. Готовит блюда разных народов, а на столике Хан Кищеева все иначе. Со зрителями групповат, не дай боже, с приготовлением какого-то блюда не согласиться. Так можно услышать резкость, оскорбление, а то и бан. Что тоже говорит об интеллектуальном уровне этого недоросля, бывшего шашлычника в СИА-НТВ. Меня только удивляет, как и почему ЗАО «Эссен Продакшн» сделала этого сомнительного повара-нациста лицом своей фирмы, благодаря чему столик Хан Кищеева заполняется брендом «Махеев». Думаю, необходимо объявить бойкот всей продукции «Махеев», что рекламирует Хан Кищеев. Итак, мое внимание привлек очередной шедевр в кавычках на столике Хан Кищеева под названием «Шашлык Покарский». Ба, удивился я, неужели Хан Кищеев набрался смелости представить на суд зрителя армянский способ приготовления шашлыка «Шашлык Покарский» или его оригинальное название армянское «Карсихорувац». Но не тут-то было. Хан Кищеев сделал все, чтобы не упоминать армян вовсе. Приплел Российскую империю, потом турок, которые нынче владеют Карсом, и даже грузин, которые якобы открывали в России рестораны, где готовили шашлык по-карски. «Карский раз, зубрик два, фляги господарские» – привел цитату из «Мастера и Маргариты» Хан Кищеев. Сто лет назад Карский подавался в армянских ресторанах Москвы и Петербурга как раз выходцами из Карса, армянами. И напомню тем, у кого от кухонных испарений мозги потомились, что Карс всегда был населен исключительно армянами, во всяком случае до 95%, покуда его окончательно не передали большевики в 1918 году туркам. Карс даже дважды был столицей армянских царств. В X веке столица армянского царства Багратунии и с X по XI века столица армянского Карского царства. И даже когда Армения была разделена между империями, а город переходил то одной империи, то другой, здесь всегда продолжали жить армяне. До его окончательной передачи туркам в 1918 году. Откуда же пришел в Россию шашлык по-карски? В России он оказался еще раньше, в 1855 году, после взятия Карской крепости у турок Муравьевым, который получил титул графа Карского. Вернувшись в Петербург, граф Карский привез в столицу моду на новое блюдо – шашлык по-карски, который впервые попробовал в Карсе, населенном армянами, этот способ приготовления мяса у тех же местных армян. Турок там еще не было, турки тогда не жили, именно в Карсе, во всяком случае. И когда Карс отошел к России, армяне Карса по просьбе графа Муравьева стали делиться секретом в Петербурге и открывать свои рестораны. Русские эти рестораны стали именовать кавказскими. Ханкишиев, позиционирующий себя толерантным и любвеобильным интернационалистом, не мог не знать об этом, но намеренно упускает всякие упоминания об армянах. Хотя, недоросль он и есть недоросль. Не исключено, что бывший главный шашлычник НТВ мог и не знать. Но мы обратимся к настоящему корифею блюд Вильяму Пахлебкину, крупнейшему историку XX века и знатоку кулинарии. В отличие от Ханкишиева, Пахлебкин был специалистом с мировым именем, кандидатом исторических наук и одним из авторов создания герба Российской Федерации. Чтобы вы понимали уровень Пахлебкина и Ханкишиева, объясню проще. Представьте, что в Москве открыли институт мировой кулинарии. Его ректором мог быть только Вильям Пахлебкин, потому что альтернативы нет до сих пор. А Сталик Ханкишиев бы работал там в буфете, этого же самого института. Или, скажу еще проще, перекладывая кулинарию на музыку. Скажем, Пахлебкин – это Моцарт кулинарии, а Ханкишиев – Борис Моисеев. Вот такой джизбыс получается. Итак, если заглянуть в книгу Пахлебкина «Национальные кухни народов» и в раздел «Армянская кухня», то можно узнать об истории становления армянских блюд и о том, как она повлияла на кухни соседних народов. Цитирую. «Армяне внесли свой вклад в кухню турок-сельджуков, так что многие истинно армянские блюда стали позднее известны в Европе через турок как якобы блюда турецкой кухни, например, долма». А в книге «О вкусной и здоровой пище», серия которой выходила с 1952 по 1964 год, Пахлебкин писал, «Шашлык Покарский в настоящее время практически стал только ресторанным блюдом. Однако мы приводим его технологию, как пример армянского варианта закавказских шашлыков». Также в книге «Льва и Софьи Лурье» «Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель» автор делится воспоминанием о великом писателе Довлатове, армянине, кстати, по национальности, что любил он проводить время в армянских кавказских ресторанах, где подавались шашлык Покарский и его любимый хаш «Армянская густая похлебка». Кстати, один из зрителей узбекской национальности обратил внимание, что столики Ханкишеева лукавят, когда рассказывают о шашлыке Покарске. Также он обратил внимание на хамство со стороны Ханкишеева в отношении зрителей. Вот тогда-то Ханкишеев и выпалил все, что думает об армянах, рассказал о каканской резне, дошнаках и прочих. Ведь нужно же хоть чем-то оправдать свою некомпетентность и латентную армянофобию, которая вдруг вылилась в открытую ненависть. Узбек же призывал образумиться, обращаясь к нему уважительно, уста, мастер. Но я хочу обратиться к этому узбеку и сказать, «В отличие от мусульман постсоветского пространства, на арабском Востоке четко разграничивают такие понятия, как муаллим и устаа. И то, и то на арабском означает учитель, мастер, знающий человек. Но муаллим передает знания мусульманам, так как он знаток Корана. А устаа – интернационалист, он передает знания всем, независимо от религии. Так что ханкишиев, увы, и не муаллим, и не устаа, а обычный недроссель, хорошо готовящий, как и многие мужчины у очага, но только, в отличие от других многих мужчин, Сталик – медийный повар. Чем он и пользуется. А продукцию «Махеев» не покупайте, до тех пор, пока эти оскорбляющие физиономии являются лицами этой самой марки. Что касается дашнаков и прочих, то у меня есть предложение, которое я хотел бы реализовать с помощью вас, зрителей. Кстати, ханкишиев – уроженец Узбекистана. Центральная Азия – это тот самый регион, где вся эта алиево-пропагандистская свора антиармянски трудится и пытается настроить местное население против армян. Там и 200 лет назад жили армяне, и сейчас живут. И многие в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане даже не догадываются, какие следы и благо создали армяне в этих странах. Сегодня там только слышат азербайджанскую пропаганду о дашнаках и прочей ерунде. Поэтому в октябре этого года, 20-го года, я собираюсь проехаться по Средней Азии. Побываю в Душанбе, Самарканде, Ташкенте, Алмате и Бишкеке. Собираюсь снять документальный фильм об армянских следах этого региона. Встречусь с общиной. И когда выйдет фильм, некто поймут, что против чушкарии есть таланты, есть армяне, которые многое сделали во благо среднеазиатских республик и народов. И пусть они сами сделают выводы и сравнят азеропропагандистскую болтовню и армянские плоды. Но у меня есть просьба. Вас в Антитопоре почти 34,5 тысяч подписчиков. Из них только человек 15 нет-нет, да и удостаивают донатами, вниманием выпуски после каждого из них. Не жадитесь, но не жадитесь. Каждый рубль, каждый доллар, который бы вы прислали, это не для меня. Это для нас с вами и для наших потомков, которые будут жить после нас. Давайте скинемся, чтобы я смог осуществить эту идею со съемками в Средней Азии. Обещаю, что я в пух и прах разнесу всю эту осинею, чего разносит Азербайджан об армянах по Средней Азии. А там, как я уже сказал, живут наши с вами соотечественники. Не оставайтесь безучастными. Деньги понадобятся на полеты, автобусы, гостиницы. И если каждый из вас, кто сейчас смотрит и слушает меня, отправит по одному рублю или одному доллару, вас это никак по карману не ударит. Но вы сделаете большое дело для нас всех. Банковские реквизиты находятся здесь же, вот под этим выпуском. Куда вы сейчас смотрите, вот под этим выпуском. Не нужно каждый раз спрашивать в комментариях, куда перевести деньги. Этот хитрый и дешевый способ привлечь к себе внимание давно уже не работает. Загляните вот под этот экран, вот куда вы сейчас смотрите, вот под этот экран. Там все есть. И Сбербанковский реквизит, и Paypal-овский. А если и то, и то не устраивает, можете написать на электронную почту, указанную опять же здесь же под экраном. И вы договоритесь, как вам будет удобнее сделать донейшн. А на сегодня все. До следующего эфира.